Может быть и предложение сейчас снизится, уже в 23-м году. Они были более дорогие за квадратный метр. А их же так быстро не отзовешь. Вообще площади всех типов квартир начинает терять жир. Я очень умеенно сдерживаю свои аппетиты на будущий год. Хорошо это или плохо. В итоге, что за год-то? Что у нас за год? Я читал, но давай озвучим. По московскому региону за год мы получили следующее. Мы считаем количество объектов недвижимости в сделках. Мы считаем квартиры и апартаменты. Мы считаем площадь бетона проданного. И мы считаем расчетным образом деньги. Чтобы эти три показателя между собой сравнивать. По количеству за год старая Москва потеряла 10%. Новая Москва потеряла 20%. Подмосковье потеряла 22%. Это если сравнивать 22-й с 2021 годом. Это ты имеешь в виду? Сделки в рынок. Чтобы вы понимали, сделки не цены. А то сейчас слышат не так. Это объем продаж. Объем продаж. Объем именно количества объектов в сделках с физическими лицами. Без учета оптовых сделок, без учета сделок между лицами и так далее. По метражу старая Москва потеряла 20%, новая Москва 22%, подмосковье 23% по площадям. То есть по площадям потери заметнее и для девелопера тоже, потому что его экономика в большей степени базируется именно на расчетах по продаваемой площади. По деньгам потери не такие значительные. По старой Москве в деньгах мы потеряли 13-14%, 5% по новой Москве и 8% по подмосковью. За счет чего? Здесь право. За счет чего? И что у нас произошло? Условия ценообразования в 22-м году все равно бы росли. И в какой-то момент они были выше, чем условия 21-го года. Я бы так сказал, что примерно с мая достаточно стабильные были условия ценообразования в сделках. То есть минимальным образом менялись. Сергей, термин условия ценообразования. Не цены, условия ценообразования. Вот чтобы не притянули потом. Хорошо. Условия ценообразования минимальным образом менялись, начиная с мая 22-го года. При этом в Москве очень сильно снизилась средняя площадь лотов сделки, поэтому у тебя при сохранении и даже формальном росте средней цены за год средний бюджет покупки наоборот снизился. По старой Москве средний чек вообще снизился. Поняли математику, то есть площадь уменьшается, за счет этого сохраняется падение цены. То есть цена падает не так сильно, потому что просто ужимается средняя площадь. И за счет этого фактически, если опять же мы считаем всякие всевозможные средние показатели, которые часто любят публиковать в СМИ, получаются иногда цифры, которые на самом деле манипулятивные и на них вообще опираться нельзя. Надо смотреть на разное, все многообразие показателей, может индикативные показатели, особенно в средней цене за квадратный метр, очень сильно зависят от квартирографии того объема, который попадает в сделки. Конечно, нужно смотреть еще и на площади. По старой Москве заметное было существенно снижение этой средней площади. По новой Москве и подмосковью, в принципе, проекции и в сделках, они изначально, там уже годы 20-го, были достаточно компактные. Поэтому там в абсолютных выражениях не так заметно это снижение. Но снижение происходило во всех локациях, и в старой Москве, и в новой Москве, и в подмосковье. При этом средний ценник за метр и в сделках тоже вырос. Почему и в сделках? Потому что мы измеряем среднюю цену на экспозиции, то есть на витрине, и то, что попадает в сделки, обычно достаточно существенная дистанция. Потому что ты же не все продаешь, что ты вышел на витрине, и не так пропорционально ее стоимости или структуре, там по площадям, по типам квартир. Поэтому обычно средняя цена в сделке, она меньше, чем средняя цена на экспозиции. Ну и плюс, конечно, еще влияют скидки, которые применяются. С одной стороны. С другой стороны, в 2022 году еще у тебя, наоборот, увеличение бюджета влияло. Иными словами, к чему мы пришли? Что сравнивая цены через ЕИЖС, которые публикуют сами застройщики по московскому региону, и то, что рассчитывает алгоритм на основании данных Росреестра, где-то на третий квартал средняя цена в Старой Москве по расчетам алгоритма была 326 тысяч за квадратный метр, а по расчетам ЕИЖС 319. То есть, ну, разница менее 5%, примерно так на так и получается. Поэтому, в целом, у нас экспозиция показала более резкий рост цены, но в сделках мы видим, что с мая, за исключением некоторых вот этих вот всплесков в цене за метр, ввиду того, что продается много студий в моменте, да, в целом цены достаточно стабильно себя ведут. То есть, они, там, Новая Москва пыталась выйти за границей 220 тысяч за квадратный метр в сделке, да, и были моменты, когда там было 300, 230, там 235, но все равно все возвращается примерно на позицию 220. Подмосковье у нас, там, на уровне 360, 165 тысяч за квадратный метр, в сделке там 165, 170, и Старая Москва, там, на уровне 330, там, тире 340. В моменте было 350, но очень быстро ушло. Поэтому вот сейчас это те цены, которые мы видим по сделкам в новостройках на этапе строительства. То есть, фактически, мы говорим о том, что новостройки не снижались, была стабильная цена, и мы, если сравниваем январь с январем, что у нас получается? Ну, если мы сравним весь, то есть, мы посчитаем среднеизвешенную цену за 2021 год и за 2022 год, что мы увидим? Что цена по Старой Москве выросла на примерно 8%, с 311 выросла. Выросла, выросла. То есть, формально у нас, вот я говорю, очень разная динамика по средней цене и по бюджету. По Старой Москве она наиболее заметна. По Старой Москве выросла на 7,6% расчетный цены с 311 до 334 тысяч за квадратный метр. При этом бюджет покупки снизился на 4% с 17,4 миллионов до 16,6 миллионов. То есть, другими словами, брали более мелкие лодки, но поскольку они более мелкие, оптовая разница становится меньше, они были более дорогие за квадратный метр. Совершенно верно. Причем эта история складывается из двух моментов. Первый момент, что у тебя доля студии и однокомнатных квартир вырастает. А второй момент, что вообще площади всех типов квартир начинает терять жир, съеживаться, уменьшаться. А можно еще сказать, что, условно говоря, учитывая, что мы говорим про Старую Москву, это крайне важно, что здесь объекты, условно говоря, бизнес-классы, дорогие. И они дорожали, потому что это все-таки не для обычного человека. Я согласен с тем, что увеличивались опции внутри проектов. И за счет этого застройщики пытались продавать дороже, поскольку и объекты дороже. Несмотря на то, что у нас действительно есть такой эффект, что новая Москва состоит только из комфорт-класса, то есть там бизнес-класс встречается эпизодически. Что в Старой Москве существенная доля, до 40-50% предложений представленных бизнес-классом, все равно в Старой Москве комфорт-класс все равно очень активно продается. Он очень быстро уходит с рынка, и поэтому ты видишь, если ты берешь длинную дистанцию, у тебя всегда преобладает бизнес-класс. Но это еще и потому, что он менее быстро раскупается, менее быстро поглощается. У тебя все равно есть даже в Старой Москве локации, где реализуется комфорт-класс. Разумеется, если мы говорим на всю большую Москву, то основное предложение комфорт-класса сконцентрировано в НАУ. НАУ новомосковский. Да, это новомосковский, то есть ТИНАУ состоит из двух округов. НАУ наиболее близкий к МКАДу и наиболее развитый с позицией городской развития инфраструктуры, транспорта и так далее. Поэтому там сконцентрировано все предложение, и там происходит основной объем поглощения комфорт-класса. Так, мы зафиксировали, что с Москвой, как это, со Старой Москвой, с старыми границами мы разобрались. Есть рост небольшой, но вот за счет тех вещей, про которые мы сказали. Но при этом средняя цена в сделке по Новой Москве выросла на 20%, если сравнивать год к году, среднеизвешенную за год. Со 184 до 222. И по Подмосковью выросла тоже примерно на 20%, со 136 тысяч за квадратный метр до 163. При этом из-за того, что лоты все равно оставались компактные и сильно не поменяли свою компактность за эти годы, рост среднего чека, среднего бюджета покупки, средней стоимости лота по Новой Москве составил 19% и по Подмосковью 18%. Рост. Да, то есть средний чек все равно увеличился. Это вот то, что мы получили по ценообразованию. Так, а можешь что-то сказать про, как сказать, вот мы говорили с тобой про продажи. В самом начале ты сказал, цифры, вот там они снизились. А можно что-то сказать на фоне новых предложений? Есть данные, что, ну окей, я к чему, что, например, предположим, где-то зафиксировано снижение спроса на 20%. Может быть и предложение сейчас снизится уже в 2023 году? Это абсолютно правильный комментарий, потому что ты же продаешь то, что производишь. Ну да. Вот. И проблема низких продаж для застройщика только тогда, когда ты много построил или много строишь, но мало продаешь. А если ты продаешь пропорционально, то это не будет проблемой. Это просто ты вот адекватно реагируешь на рыночные изменения. Что у нас произошло? Значит, и как вот к этому вопросу можно подойти? К ответу на вопрос. Значит, ну, во-первых, мы смотрим выходы новых корпусов. В 22-м году у нас был... Выходы новых корпусов в старых проектах? Не-не-не, да неважно. Или в новых проектах. Просто у тебя появился новый корпус, публиковалась новая проектная декларация, вот тебе новое предложение. Так, у нас был пик в мае, у нас был пик в ноябре по Старой Москве. В Новой Москве тоже там был чуть раньше пик. И в Подмосковье. Не так активно. Активнее всего выводились новые предложения в Старой Москве в Новой Москве. Значит, при этом у нас есть еще один подход к расчету устойчивости рынка. Это расчет срока реализации остатков в строящихся жилье. То есть мы берем среднемесячное поглощение за последние 12 месяцев и смотрим, насколько у нас меняется этот срок. Соответственно, сейчас... Товарный запас. Да, да, да. Насколько бы его хватило, если бы, да. Что касается товарного запаса, и сделаю оговорку, что мы этот корректно можем посчитать только в тех корпусах, которые строятся. Потому что только по строящимся корпусам у нас есть четкое понимание объема сделок. Да, и, соответственно, все экспликации проекта декларации, чтобы мы могли прям по каждому уникальному объекту понять, в сделке он или нет. Таким образом, мы по Старой Москве видим остатки в размере 57% от строящегося жилья. 57% оно не продано. По Новой Москве 63% не продано. И по Подмосковью 58% не продано. Из-за того, что вышло. Из-за того, что вышло, причем пик выхода там был Новая Москва, ноябрь-октябрь, ноябрь-октябрь по Старой Москве, по Подмосковью пик был в июле. Если мы смотрим на увеличение проектного объема. Хорошо это или плохо? По Старой Москве срок расчетный, линейный срок реализации остатков примерно 30 месяцев, по Новой Москве тоже 30 месяцев, по Подмосковью 28 месяцев. Они сплошные цифры. В сравнении с предыдущими периодами. Да, значит, увеличилось примерно на 8 месяцев, рост от 8 до 9 месяцев, доля нереализованных остатков порядка 7-9%. То есть вообще, если смотреть 21-й год, 20-й год, вот эта вот половина продана, половина нет, она у нас за незначительными колебаниями достаточно четко проследовала в течение каждого месяца. Сейчас увеличилась. Тенденция есть к увеличению. Связана это с чем? С тем, что у нас 22-й год, это первый квартал. Очень классный. Ну да. В 23-м году. Все там заявки на новые проекты, а их же так быстро не отзовешь. Да. А 23-й год. И пришлось достраивать. То есть выходить и строить. Сейчас основания ожидать, что будет классный первый квартал объективно нет. Я вот как раз и думаю, что первый квартал покажет, что будет дальше, по крайней мере, в этом году. Да, да, а это значит, что у тебя существенно образом снизится объем поглощения. А масштабы рынка какие? Сколько в среднем продается в штуках квартир, например, в старой Москве? 4 тысячи. Вот если взять последние 20 месяцев, 4 тысячи квартир в месяц попадают в сделки. По новой Москве это тысяча квартир, по подмосковью 3 тысячи, ну с небольшим квартир. Вот этот темп будет достаточно существенно корректироваться, потому что первый квартал уйдет. И, соответственно, в течение следующих трех месяцев темпы поглощения снизятся и рост реализации остатков снизится. Проблема это или нет? У нас в конце 22 года, у нас есть еще одно упражнение, мы наблюдаем, какой год был пиковый. Так вот, в конце 22 года порядка 85 корпусов только по старой Москве изменили срок ввода в эксплуатацию 22 года до 23. То есть перенесли срок? Да, и теперь у нас, если у нас 2-3 месяца назад топовый год был 22, когда все раскрывается, вводится в эксплуатацию, а это значит, что деньги со скровых счетов всем участникам бизнеса поступают, то теперь такой год будет 23. То есть все равно у тебя вот этот плохой показатель, когда ты остаешься с большим объемом нереализованных остатков к моменту ввода в эксплуатацию, все-таки эта точка сдвинулась вправо. На самом деле, что это мне говорит, я более чем уверен, что бизнес застройщика это бизнес в земле, это не бизнес в стройке. Конечно, конечно. Когда ты уже вышел на котлован, у тебя этот проект для застройщика фактически состоялся. И дальше вопрос техники, отделов продаж и прочего, и прочего. И поэтому ему нужно получить деньги со скров счета, чтобы купить новую землю и запустить новый проект. А если он себе, ну я так пытаюсь догадаться, может быть я ошибаюсь, а если он себе думает, ладно, я три месяца подожду или четыре, а мне они не нужны деньги, значит я не сильно рвусь в бой. Значит я очень умеенно сдерживаю свои аппетиты на будущий год. Ну и второй момент, ты же точно, когда ты наблюдаешь за рынком, как по всей своей застройщикой, видишь, например, ведешь переговоры по земельному банку, ты в какой-то момент можешь понять, что земельный банк переоценен. Наблюдаемыми тенденциями. И тебе явно хочется взять некоторую паузу. Подождать, когда он откатится. Потому что прям таких новых интересантов, которые скупают земельными участками, чтобы заниматься девелопером, не являясь профессиональными девелоперами, а этот нюанс важен, потому что проектное финансирование ты не сможешь получить, не будучи там профессиональным девелопером с определенным бэкграундом. Или ты нанимаешь фидевелопера, или, соответственно, тебе нужно подождать, когда цены на земельные участки, они как-то, в общем, придут в равновесие с розничным рынком. Я просто объясню, откуда у меня вопрос про вот эту землю, про новые проекты, потому что мы с тобой это еще обсуждали в ноябре. Я, когда был в Красноярске, увидел, и, кстати, в вашей табличке, когда вы сравнивали миллионники, я увидел, что в красной зоне Красноярск попал. Там Ростов-на-Дону, Красноярск, по-моему, то ли Санкт-Петербург, то ли Ленинградская область. Здесь такие большие потери. Да-да-да, и я понимаю, что вот, и то, о чем я говорил весь прошлый год, что в разных регионах все будет абсолютно по-разному, мы перестали быть, как бы, такой единой страной с точки зрения новостроек. И вот Красноярск мне тогда показал, что когда там нет федерального застройщика ни одного, и местные застройщики сразу после введения СВО, ну, что называется, надавили на тормоз, и они не ждали вот этот год, как в Москве. И там уже все нормально, скорректировалось предложение. А почему это важно? Потому что если у вас падает спрос и падает предложение ровно настолько же, то для застройщика ничего не меняется с точки зрения желания продавать дешевле. Ему не надо продавать дешевле, он скорректировал, он продает столько же, сколько строит. Все. Да, я не производил. Поэтому ожидать как бы какого-то обрушения цен, да даже минимального снижения, и даже, возможно, акций, вот в данном случае как бы нет никакой необходимости. А учитывая, что в недвижимости локация, 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 если застройщик угадал с локацией и нет конкурентов, то неважно, что там на рынке происходит по большому счету, да, он просто дольше продает, но продает за те же деньги, за которые он рассчитывал. И эти деньги, в том числе, у него контролирует банк, потому что есть проектная финансирование. Ну и при этом у нас же надо понимать, что там в Москве один уровень земельного рынка по открытости и доступности, а в регионах он совершенно другой. И там, если у тебя есть некоторые возможности, превышающие рыночные возможности, значит, у тебя есть больше момент взять паузу, подождать. Потому что ты знаешь, точно никто на рынок не придет, не уведет у тебя земельный участок. Соответственно, ты можешь не думать о том, чтобы постоянно твой земельный банк работал, потому что ты его обслуживаешь, тебе нужно свой банк, фонд земельный обслуживать. Есть девелопмент, который не может остановиться, потому что у них построен конвейер. Это конвейер, да. А есть девелопмент, который может более существенно планы корректировать. И чем, я так понимаю, чем больше, тем конвейер, а чем меньше, чем локальнее игрок, он может взять паузу или растянуть и так далее, и так далее. Тем более, что деньги тут большие, инерция очень большая. Редактор субтитров А.Семкин